Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, что должно быть у мастера на рабочем месте. С чего вообще начинаются все процедуры. В первую очередь кушетка, которая должна быть по высоте, вот так вот ручку ставите, и вот такая должна быть кушетка по вашему росту. Рост у меня хороший, 1,72 м у меня рост, и мне она немножечко маловато, скажем так, коротковато, вот так вот если. И естественно мне приходится, если не наклоняться, потому что они длинные, наклоняться приходится. Но очень много девчонок приходит, которые маленького роста, ну не маленького, нормального, чуть поменьше роста, им она вполне, вполне их устраивает, вполне нормально. Что должно быть на кушетке? Вообще, также кушетка для работы должна быть 75 сантиметров. Для кушетки нам нужны простыни, просто не одноразовые, у меня вот такой рулон. Рулон простыней здесь 100 штук. Очень удобный. В чем, чем же они удобны? Я просто при, мне сейчас одной рукой неудобно, а так двумя руками то я, хо-хо, я быстро могу. Апс! Стоять! Я вот так ложусь сначала сюда, на подушечки. Подушечка у меня тоже есть. И вот так вот, короче, у меня. Я ее отматываю быстренько. И тут есть такие рисочки. Вот они. Вот они рисочки, за которые я... Сейчас пока пальчика беру. И они легко, хорошо отрываются. Хорошего качества. Просто отрываются идеально хорошо. Вот. Простыни подешевле, скажем так, они фиг их оторвешь. Тут и так, и сяк, и порвешь и простыню всю, и, короче, мотаешься. Теперь для работы нужна обязательно лампа. Я подкатываю свой помощник. Он старенький, но вполне приличный. Она очень устойчивая. Клиент лег. Любого веса, любого телосложения. Спокойненько здесь располагается, скажем так. Лампа. Обязательно я направляю лампу на клиента. И все освещается. Это все видно, когда клиент лежит. Естественно, надо видеть все волоски. Я ее могу крутить, как удобно. И отодвинуть, и задвинуть, и поднять повыше. И развернуть ее. Вот таким образом. Как-то направить, чтобы ни клиенту не мешала, ни лампа. Но у меня очень светло. В кабинете у меня... Раз окно выходит на восток. Второе окно выходит на юг. И третье там тоже выходит на юг. У меня получается всего две стены. У меня одна стена, где висят у меня сертификаты. И там раздевалка небольшая. И вторая стена, где висит баннер. И татушки, там помощник еще. Одно окно и второе окно у меня открыты. Кондиционера у меня нет. То я хочу достичь большего комфорта для клиентов. Они хотят лежать раздетыми полностью. И чтобы тело у них отдыхало. Воздушные ванны солнечные принимало. Солнце тоже тут палит немоверно сильно. Кондиционер подразумевает, значит, охлаждение помещения. Но это не будет так комфортно клиенту, как если бы они лежали просто раздетые. Им это очень нравится, правда. Работать, да, немного сложнее. Но я включаю вентилятор. Иногда он дует только на меня. Я так направляю, хожу мимо него, немножко обдуваюсь. Один раз и заболела. С мокрой спиной я села задом к вентилятору. И меня продуло конкретно. Поэтому не злоупотребляйте. От кондиционеров я знаю, тоже многие болеют. У меня одна клиентка есть, которая постоянно болеет. Она говорит, отключаем все на свете. Вентилятор. Закрываем все окна. Я боюсь простыть. Вот так. Я закрываю все. Я тут умираю. Мне пот по позвоночнику затекает, бежит в трусы. Шучу. Но реально тяжело мне работать. Но я согласна так работать. Ничего страшного. Теперь. Здесь стоит у меня моя продукция. Тут ее половины уже нет. Хочу показать, что еще нужно для работы мастера. Нужны перчатки. У меня они... Ко мне написала. Виниловые? Да вы что? Виниловые нельзя. Надо нейтриловые. Кто сказал, что нельзя? Почему нельзя? Якобы там есть такое предположение, что они меньше защищают. От чего защищают? Через тело, через перчатки не попадет какая-то зараза мне на руки. У клиента через кровь или как-то. Во-первых, с кровью мы не работаем. Если кровь выступила... Бывает такое, что у новичков выступает кровь, когда удаляешь волоски первый раз. Кровь и посмотрите, что там у вас. Возможно, у вас какая-то инфекция. Возможно, у вас чего-то больше, каких-то микробов, скажем так, в крови. И у вас прыщи просто. А кровь у нас... Вы сами понимаете, что кровь разносится по всему организму. Естественно, волосок обволакивает тоже кровь. Поэтому, когда вы постоянно удаляете этот волосок, уже крови там не будет... Он обволакивается. Он не будет питать волосок, луковицу полезными веществами. Никакими вообще. Но если там есть какая-то инфекция в крови, то у вас может быть... Это выражено на теле прыщиками красными. Какими-то воспитательными процессами, отечностью вокруг луковицы. Хотя там разные причины могут быть. Поэтому вы можете просто сдать кровь и проверить. Просто у меня было такое уже 2 или 3 раза, когда я предлагала клиентке сдать кровь. Ну, как-то они не относились к этому серьезно. Но по каким-то другим причинам они сдавали кровь, что-то проверяли себе. И было видно... Они мне потом рассказывали, что да, вы знаете, у меня была инфекция. Но я все вылечила, у меня сейчас ничего нет. А то перчатки, они тоньше в том плане, когда говорят, что они менее защищают кожу, чем нитриловые. В плане, что если вы там с острыми предметами работаете, они быстрее могут порваться, чем нитриловые, допустим. Нитриловые более прорезиненные, они немножко тянутся. С пастой работать неудобно. Ну, кому-то и удобно, наверное, да. Мне неудобно. Мне удобно работать вот этими перчатками. У меня в них не потеет рука. Они облекают мою кожу. Перчатки. Вот такие. Прозрачные. Вот они, мои виниловые перчатки. Смотрите. Одеваются легко. Очень мягкие, приятные к телу. Очень приятные. Не знаю, что тут может быть такого вредного в них или ненужного. На второй процедуре уже этого может либо вообще не быть, либо будет точечно в нескольких местах, только если сильно. Значит, близко расположены кровеносные капиллярчики. И вместе, когда вы выдираете волосок, у вас вместе с волоском, бывает, точка крови остается на месте, где был волосок. Дело в том, что перекись умазать не надо. Как многие тут мастера пишут, что перекись. Либо вы ее даже не трете салфеткой, не перчаткой. Вы просто надавливаете на точку крови. Вы просто ложите салфетку. И также отодвигаете ее и тут же сразу выбрасываете. Мешочек, где у вас есть капельки, скажем так, крови, вы выкидываете. Завязываете его. Выкидываете в общую мусорку, которую тоже завязываете и также выкидываете. Ничего не делать вообще. Надо дать крови свернуться. Она свернется, подсохнет и вы дальше сможете спокойно работать. Это полезности всякие. Здесь нам нужно очистить кожу, поэтому салициловый спирт для того, чтобы... Его тут немного совсем, но как раз для того, чтобы очистить хорошо кожу. Чисто от загрязнения. Подготовить ее к работе. Но это уже после процедуры. Вы уже брали все волосы и вам надо успокоить кожу. Вам надо ее покраснение снять с этой кожи. Поэтому у вас кожа увлажненная остается хорошее количество времени. Задерживая влагу, выравнивает цвет кожи. Витамин С здесь есть. Здесь идет просто процент талька. Определенный там, кроме третьей части, не помню сколько. Потому что тальк сам по себе дорогой, правда. И он... Такая жировая текстура у него. Затем оксицинка. Это препарат, который тоже так же я заказывала отдельно. Я его добавляю только в пределах нормы, которые он нужен для талька. Оксицинка. Он убивает все микробы. Три препарата вместе. Они нормально, идеально действуют на коже. Не надо говорить, что тальк это чисто маркетинговый ход. Это оксицинка. Замечательное вещество. Он находится тоже так же в детской присыпке. Но тут, значит, он для того, чтобы убивать инфекции на коже. И после депиляции, чтобы там тоже не оставалось никакой инфекции. Он не то, что их убивает. Он не дает им развиваться микробам дальше. Тальк мы присыпаем после того, как мы обработали кожу. Почистили ее. Очистили от мертвевших клеток. Грязь поля. Вот ажира. Она уже частичненько осталась. После скраба уже замечательная. Мы присыпаем тальк. Немного, но достаточно для того, чтобы волос сцепился сахаром. Протираем салфеточкой так же. Ничего страшного не будет, если вы протрете ее рукой. Рука у вас в перчатке. Вы протрете ее рукой. Рука теплая. Клиенту приятно, когда вы рукой протираете. Салфеткой это правильнее, наверное. Но я думаю, ничего страшного нет. Рука не впитывает ничего. Салфеткой впитывает очень хорошо. Если вы хотите убрать лишнюю тальку, лишнюю влагу, вы, конечно, салфеткой лучше. Протерли. И потом мы начинаем работать. Мы начинаем депилировать. Сейчас я не буду показывать, как мы будем пастой проходиться по руке. Условно мы все удалили. У нас чистая рука. У нас на ней нет волос. Легкое покраснение. Ну, это нормально. Вы дергаете. У вас кожа там реагирует как-то. Выдираете волоски. Естественно, это немножко не так совсем приятно. Кому-то это очень приятно. Я знаю люди, клиенты у меня ходят, которые просто им нравятся. После процедуры. Что мы делаем после процедуры? Мы используем лосьон золотой клевер и такой желтый. Сюда я обязательно добавляю лантаин. Это то, что убирает наши мелкие морщинки. Ну, это же не только для бикини. Это очищение кожи, когда я делаю масочку на лицо. Либо массаж лица. Либо удаляю волосы на лице. Я протираю этим лосьоном. После процедуры, значит, все взаимодействует. Эфирное масло. Лимонное лайм. Витамин С, опять же. Ну, это, вы знаете, что желтый цвет, это для настроения витамином С насытили. И что мы делаем? Обработанная наша ручка. Брызгается. Я люблю брызгать на кожу. Возможно, кто-то скажет, на кожу брызгать надо. На брызгать на салфетку. Салфетка, во-первых, впитает очень много влаги. Но когда вы брызнули на кожу, у вас кожа насытилась этим замечательно. Вы даже можете оставить на громыку какое-то время. Салфеткой вы так не протрете. Тогда уж проще взять влажную салфетку и протереть просто. Липкий слой, да и все. Но здесь есть полезные вещества, чтобы начало это действовать каким-то образом. И потом уже протираете. Слегка все это протираете. Тут уже не важно в какую сторону. Против роста, по росту. Главное протерли липкий слой. И опять же только на сухую кожу уже присыпаете тальк в конце работы. Салфетку выкидываем. Мусорку. Теперь на эту чистую кожу. Вполне уже готовую. Готовую к тому, чтобы идти перед нами. Это сейчас как? Да, возможно, вы скажете, ой, почему не триммеры? Вы должны быть круче. У меня расческа. Ножницы. Все нормально у меня. У меня есть куча шпателей. Для чего мне их так много надо? Во-первых, я грязным шпателем уже на пальцы не полезу. Шпатель мой достает только чистую пасту. И в банку он ложится только чистый. Уже поработав и на пальцы добавленная, допустим, паста, в любом случае, только чистым шпателем. Теперь моя продукция дальше. Я просто так, наверное, сейчас проверну. Вот так покажу. Это мои баночки. С пастой. У моего, собственно, приготовления. Урок этих изготовления пасты у меня есть там на страничке. Но если вы хотите, я могу так вам рассказать, что у меня есть урок по изготовлению пасты. Профессиональные пасты. Посмотрите, на любой баночке написано. Профессиональная паста для депиляции. Плотная, 600 грамм. Волденкловер. Сейчас я ее назвала золотой клевер. Я хочу все-таки название более русское, более понятное, более звучащее. Волденкловер неудобно выговаривать, наверное. Паста, смотрите, какая есть. Мягкая, средняя. Где-то маленькая тоже была средняя. Пахнет просто... Аж голова кружится с сахаром. Это средняя, это у меня плотная. Паста вся чистая, вся прозрачная. Никакого там нету белых полос от грязной пасты. Там нету ничего. Вот работаю, у меня все банки чистые. Ну, на стенках остается, но не страшно. Так же можно все съесть. Для работы что нам нужно? Начинаем. У нас есть мягкая паста. Для ног, для рук, для бандажной техники, для скоростного шугаринга. У нас есть средняя паста. Универсальная, скажем так. Она для всего на свете может подходить. В холод она служит как мягкая. Что я сказала? В жару. В жару она служит как мягкая. В холод она служит как плотная. Больше всего средней пасты надо использовать. Когда сильная жара, бикини и подмышки, вам нужна плотная паста. Плотная паста. Я разметила разными цветами, чтобы было понятно. Плотная паста для подмышек. Бикини. Она слизистая. Когда очень жарко. Для влажного помещения. Вам нужна плотная паста. Так же можно сделать еще ультрамягкую пасту. Суперплотную, ультрамягкую. Еще у меня есть такие маленькие. Средние и плотные. Плотные уже где-то закончились. Средние еще остались. Вот такие. Масипуски. Поехали. Хочу сообщить такую новость важную. Паста, изготовленная на сахаре, пахнет сильнее и вкуснее, если ее так кушать. Более полезнее, более натурально. Потому что она только в процессе изготовления из сахара разлагается на фруктозу и глюкозу. И она просто шикарная. Она и вкусная, вот прям петушок, как в детстве. И запах просто бешеный. Когда вы работаете, просто отлично. Эта паста, другая, она изготовлена из одной фруктозы. Ноль запаха. Ноль. Ничем не пахнет вообще. Таким, ну он не жженым сахаром, а вот таким сиропом сахарным пахнет она. Дело в том, что паста из фруктозы, полученная химическим путем, фруктоза сама по себе получена химическим путем, добавление определенных ингредиентов. Многие пасты изготовлены из фруктозы. Фруктоза впитывает много влаги из атмосферы. Изготовлены на фруктозе булочки, карамельки. Всегда будут, булочки будут всегда свежие долго. А карамелька будет липкая наоборот. Фруктоза впитывает много влаги в среды, из воздуха. Поэтому запаха у нее нет. Если у нее нет запаха, значит там сахаром и не пахнет. Там изначальный продукт. Из чего получилась фруктоза и глюкоза? Из сахара, лимонная кислота и, допустим, щелочь там была? Была. Но бывают некоторые моменты там, которые есть в сахаре. Многие изготовители не пишут. Я знаю только, что там может быть. Еще. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, пишите мне на почту, чтобы узнать о стоимости, о видах, как это все, как получить этот урок. Каким образом все это будет, я напишу на почте. Кому это действительно интересно. Кому не интересно, пожалуйста, просто посмотрите, если вам интересно это видео. И все. Я думаю, это видео будет интересно девчонкам, которые занимаются. Может быть, занимаются, которые... Сразу скажу, видео вряд ли для мастеров. Может быть, для начинающих. Для мастеров, которые уже там кучу разных повышений, там, при большой опыт, и до сих пор говорят протокол, процедуры. Вот это дурацкое слово протокол, мне выводит из себя. Вот честно, да? Вот смотрите, протокол, заседание может быть. Протокол там, какое-то собрание, судебный протокол. Ну, протокол процедуры, ну, извините меня. Ну, режет мне слух это слово вообще. Последовательность. Это нормальное русское слово. Последовательность проведения урока. Последовательность вот так, вот так, вот так. Вы нарушаете протокол процедуры. У меня уже большой опыт в шугаринге. Большой опыт в преподавании я преподаю. Большой опыт работы, и за счет этого у меня появились свои знания, свое видение этой процедуры. Я много узнаю, читаю, просматриваю. У меня хорошие были учителя в свое время. Не изначально, с чего я начала это все, вырутирую сертификат. Не изначально. Тут мне дали очень мало. Что в одной, что в другой. Мне очень мало дали. Я это все-таки получила больше, наверное, от урока изготовления пасты. Я узнала очень много нового. И о пасте. Почему так бывает. И про волосок я отдельно все изучала. А если будет интересно, я вам расскажу, как устрою наш волосок. Потому что я начала свой канал. Немножко, наверное, не с того. Я начала свой канал с улиткотерапии. Потому что один раз мы забанили мой канал. А там слишком было откровенно изначально. Поэтому я просто так его открыла. Улиточки там на лице, туда-сюда. Потом посмотрю, какой-то интерес появился, когда я уже начала там просто делать шугаринку. А возможно, сейчас появляются у меня подписчики, которым действительно интересно все это с ноля узнать. Это точно. Расскажу, как устроен волос. И почему так происходит. Почему? При вырывании нам больно. Почему бывает кровь, кровяная роса. У сахарной пасты до сих пор нету ГОСТа. Что такое ГОСТ? Это общепринятые стандарты. Которые почему равняться. А у нас равняться не почему. И никто не знает, как надо правильно. Одни готовят так, другие готовят так. Вроде бы и то, и то правильно. Но где-то плотнее, где-то мягче. Где-то надо греть, где-то не надо греть пасту. Поэтому вы сами выбираете. Но вы не сможете выбрать, если вы не профессионал, если вы не мастер. Я, допустим, взяв в руки комочек, даже тоже не могу сразу понять. Я могу понять, мягкая она плотная, средняя какая. Возможно. Но даже не в руки не брать, а просто шпателем. Я могу попробовать и увидеть, мягкая она, средняя или плотная. Но только поработав с ней и увидев. Еще я посмотрю обязательно на состав. С чего она будет сделана. У нас одна девушка производит тоже пасту в городе. Года три производила. Чего не бесплатно всех обучала, чтобы пасту у нее покупали. Ладно, это ее право. Но самое интересное, что цена у нее недорогая. Абсолютно недорогая. Но в описании напишет изготовление фруктоза, вода, лимон и сок. Смотрите. Фруктоза в два раза дороже, чем сахар. Если вы ее возьмете вообще в пакетике вот таком, она будет очень дорого стоить. Как килограмм сахара, наверное. Там сколько-то грамм, ну не знаю. Она дорогая. Мешок ее стоит, я знаю, что раза в три, наверное, дороже, чем сахар. Просто мешок сахара. Изготавливая пасту из фруктозы, вы должны понимать, что это намного дороже будет стоить. Покупая пасту, изготовленную из фруктозы, в составе. Да, она вырывает волосы, но не идеально с первого раза. Надо проходиться несколько раз. Паста изготовлена из сахара, натурального, чистого сахара. Когда вы ее изготавливаете, при закипании сиропа в нем не образуются вообще примеси. Хороший сахар, там нет примеси никакой. Если сахар плохого качества, то вы, приготовляя инвертный сироп, вы увидите, что там серая пена, либо много пены, это грязь, которую надо снимать. Варите варенье, там тоже бывает много пены, не очень некрасивой пены. Вы ее снимаете, также здесь надо снимать эту пену. Но когда вы даете остаться немножко сахару, и на чистом хорошем сахаре пены никогда не бывает. Но он прям пахнет-пахнет, вкусно-вкусно пахнет. И когда вы его кушаете, он намного вкуснее, чем... Хотя многие пишут, что натуральные ингредиенты. Пишут фруктоза в составе, но ингредиенты натуральные. Каким образом натуральные, рассказать никто не может. А я это знаю. Я это знаю, поделюсь с вами в уроке, который стоит определенную сумму денег. Если кому-то это действительно интересно, тот напишет мне на почту и узнает. Многие очень пишут, покупают мой урок. И я вам расскажу, чем отличается фруктоза, глюкоза, химическая паста от натуральной. В которой действительно есть натуральные продукты и нет ничего другого. Единственное, что я писала про фруктоза, глюкоза. Теперь я... Ну... С временем ты всегда становишься умнее, разбираешься всегда чуть-чуть больше, да? Чем вы старше становитесь, вы становитесь мудрее и понимаете чуть немного больше в жизни. Так и я. Когда я начинала делать эти этикетки, я не задумывалась, написала про фруктоза, глюкоза. Потому что сахар распался на фруктозу и глюкозу. Но, допустим, за рубежом там пишут сразу изначально изначальный продукт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok